Новый праздник появился в календаре торжеств Белоярского вместе с открытым этим летом конным клубом. Подарок для него был задуман давно. Идею озвучил глава района Сергей Маненков, а поддержал начальник Белоярского управления технологического транспорта и специальной техники Андрей Берестов. Мы дважды проводили с ним совещание с работниками ПТСТ. Сперва проектировали, потом конструировали. Я благодарен руководству ПТСТ, Трансгазу. Наверное, символично, что День лошади отмечается буквально накануне праздника Дня газовиков. Сошлось всё в одно. Желаю, чтобы у наших лошадок, которые здесь живут, воспитываются, было на много-много лет лошадиного здоровья. Чтобы всегда было в доставке овёс, сено и морковка. Андрей Берестов поделился историей. Оказалось, на предприятии давно хотели смастерить карету для городского парада достижений. Правда, механизированную. Но вместе с главой территории задумку изменили. Историческая фотография, где Сергей Петрович указал на один из вариантов, какой у нас должна быть в городе карета. Работники, специалисты Белоярского ТСТ. Кузнец Сукач Александр, плотник Вадим Холодов, слесарь Синеговский Володя, они здесь. Швея Токарева Ира собрались определённой нашей группой, обговорили нюансы, обговорили моменты. И вот эта красавица сегодня здесь. Над созданием кареты трудились и другие работники, сварщики, монтажники. Её основание из металла, снаружи дерево. Создатели консультировались с каретных дел мастерами Подмосковья и Набережных Челнов. Чертежи собственные, размеры тоже, в принципе, это всё как бы эмпирическим путём, можно сказать, чертили на полу в цехе, подгоняли, ну, сопоставляли, чтобы всё было пропорционально. И непосредственно потом собирали каркас, варили. Процесс занял где-то вот непосредственно, мы занимались колёсная база, самооснование, где-то два с половиной месяца, ну и вот ребята-плотники тоже занимались, тоже где-то примерно такое же время, чтобы обшить её, довести до такого состояния. Внутри кареты, как положено, бархат. Обивку и малиновые шторки с кистями тоже сшили здесь, в Белоярском. Это велюр, бархат-велюр, вот, специально заказывали, потому что цвет был обговарён. Метраж пришлось даже дозаказывать, потому что не всегда получается так, как хотелось бы. Расчёты были одни, в ходе исполнения возникли коррективы, были внесены, дозаказывали. Примерно, могу сказать, значит, метров 20 тканей ушло. В конном клубе сейчас уже 8 лошадей разных пород, но возить карету под силу только тяжеловозу-дипломату. Этого мощного, красивого и очень воспитанного коня впервые представили публике. Ну вот, собственно, вот такой красавчик, соответствующий полностью вашему подарку, будет и катать наших белоярцев. Глава района поблагодарил создателей кареты и пожелал конному клубу успехов. А в подарок питомцам клубу преподнёс одно из любимых лакомств лошадей – морковку. Елена Филиппова, Дмитрий Слепенков из Белоярского, специально для телекомпании «Юграм».